так так дорогие друзья вы вообще помните что сегодня концерт начнем с этого этим же закончим до утра начинается с концерта как говорится и и заканчивается концертом день сегодня семейный концерт это потрясающее событие для нашей семьи джазовый концерт юбилейные посвященные для моего дяди григорию поэтому в большом зале консерватории мы всех ждем блины донесите несите блины макароны вермишель все что есть давайте лапшу давайте повесим ее на уши и я буду с ней сидеть ну я конечно не шикарно выгляжу ну что поделаешь куртку привезли просто феноменально вот клянусь вам я не могу снять просто не могу это настолько вот я искренне всем желаю да сегодня сколько весишь давайте глянем на меня на скидочку сколько сколько в граммах вообще я купила себе сейчас пошла какой-то роскошный бездрожжевой хлеб не сказали что он уникальный стоит 200 рублей его достали при мне из печки он очень горячий а горячий хлеб есть вредно но я уже поняла что в нашей жизни все вредно вот поэтому я всем пожалуй я сейчас буквально масло масло из масленки вот из этой роскошной помните это как вот кто же помните в этом красавицы и чудовище выше вот так вот выходил из такой масленки это из какой сказки это было так вот накрывает алиса в стране чудес помните за столом сидят опок и там мышь вот давайте и сверху вот такой вот брынзу самара она еще жива а может немножко подплеснево и еще знаете что и помидорку а помидор уже нет вы сможете меняется вы есть помидорчик а есть мама готова мне вот это вот дать помидор есть роскошь я предлагаю присесть телефон стоит это все что стоит нашем доме но хотя бы это сахар надо подсластись и и без того свою горькую жизнь и а молока тоже нет что что кто если нет молока это день на смарку день на смарку да я больше не пойду хватит нет ножки без кофе не смогу ты посиди поговорить отходить шарится давай засекай этот костюм не приобрела виктории бонни кстати он очень дорогой 50 тысяч поэтому я никого дороговато сигаретами что курил опять начало а ты подойди и покажи это прямо в этом эфире и вот как с такой валить нельзя от этого бывают всякие заболевания очень плохие ребята хотя вообще есть совесть прийти показать за фереш скрываются ночью-то закурил опять с чего это что жизнь плохая хорошая жизнь шикарная ты выкурила сигарету это просто нормально вот сейчас просто взять в эфире рассказать об этом я ухожу из дома никак взяла просто дочь подставил я скрываю я скрываю что говорю какая красивая с утра ну ладно простите давайте забудем сделаем лишь что этого не было нашей биографии утренней сегодня ой ладно машут я никого фотографировать не буду ты уже ушла сообщил что когда можно квартира съемная да с праздником машу а какой сегодня любление концертного дядя да или какой сегодня праздник смотрите вам сейчас спрашивать можно ли идти вообще ли это прошло открытый вообще там и моя ты мне дала тогда не выпьем все иди сейчас ты меня отправила я пошла это можно сойти с ума хлеб растяще как бабушку в деревне пекла как бабушка в деревне а что там мы люди знаете я вообще как блокаду все равно что блокаду пережила поэтому ленинградскую поэтому знаете ли у меня у меня нет такого чтобы я была гурманом если меня куда-то водит я как коза иду а так чтобы сама покупать какие-то продукты ноль перебор конечно вы что жалко денег тратить мы можем сварить суп из и коренной грудки и есть примерно а возвести воздвижение креста господня сегодня сегодня говорят как у нас концерт какой праздник данный кто-то любит как ты поешь отлично сколько весишь я не взвешиваюсь дорогие друзья я вам об говорила могу только прикинуть когда у меня настроение плохое я считаю что вешу 65 когда хорошая мне кажется что на все 30 но это сказка это сказка я ничего вкуснее в своей жизни я помидоры с маслом сырочно да и брызу а чинах сыр точно он такой вкусный славный я люблю как ты играешь спасибо сегодня концерт вечером я никогда не хожу считаю что это очень реально я хожу к чернике она на меня распыляет загар и все я сразу счастлива вечером у меня была фотосессия для журнала поэтому естественно я вернулась домой часом два ночи загар 2200 рублей стоит и лада без блоги thank you very much на этом два не собираешься нет я уже рассказал как-то вопроснику что уходя уходи я считаю что хорошего понемножку нужно вовремя умеете тем более мне то что идти туда под 30 ник у меня нужен муж дети а так что напасить посвечу я лицом с вами еще годочек и что дальше что изменится опять выйду потеряю все связи всех друзей не буду общаться с мамой год и без того не молодой вот поэтому она молодая прости обидела хорошего концерта ось спасибо да включу эфир обязательно включу молочка слоник на холодильнике это нарисовал мамин внук мне нарисовал этому тебе подарил и написал маш ты чё удачи и счастья он тебе написал смотри меняет мамой присядь куда собралась мама сейчас весь батон съем а что же дела то что-то я совсем себя поверила с просто общаетесь нет к сожалению всех растирала маша откуда у тебя такие токарчики это папа подарил да он мне сказал возьми и не в чем себе отказывай а я думаю что ты в сумке лучше шить мама говоришь что когда нас слушали плакали люди спасибо а ты говорил зачем выкладывать stories никто слушать не будет вот я же говорю у нас подписчики высокоинтеллигентные культурные люди когда лучше ребенка отдавать пять лет уже самое она отдавать смело но непрофессионально чтобы знаешь человек счастливый вырос потому что я конечно не могу сказать что это легкая профессия главное детей отдавать спорт надо спорт чтобы была психика здоровая короче я вам покажу куртку все-таки невозможно хорошие ребята я прям всем советую вот честно куртка феноменально я себе взяла размер м я очень рада что я очень рада что тренку в дизайн да да это ты его чего песка была бы мне мало однозначно а вот ты же ушла уже давно ну я вот вернулся я хотела при что-то прикинуть до куртки развали думать что ты стоишь так тусуешь что колокольчик короче всем советую посмотрите сидит блестяще в общем будете заказывать заказывать ямку я ношу одежду леску на куртку надо брать ямку вот такую сидит идеально я права не красавица еще не видел как на мне сидит все вещи все вещи костюм еще вообще я брала комплект комплект вот с этим костюмчиком вот смотрите вот с этим вот такие бубенчики у нас видно нет это я комплект брала и вот такие штанишки ну красиво все это честно вам скажу даже скрывать не буду мама оля в куртке покажи мама оля ушла уже все пошла за молоком ммм как вкусно я ем бездружжевой хлеб сыр чина и помидоры помидоры маша такая смешная ну если я смешная то это удача если у вас поднимается настроение глядя на меня то это удача все что-то переелось я только что пришла из магазина меня мама отправила ванну к вкусу я купила вот этот хлеб бездружжевой печеный маме купила хлеб купила там еще себе нужны вещи и вернулась ходила полтора часа пришла а мама говорит где молоко ну кто ж знал что молока нет нет я бы уже не пошла потому что я вышла в эфир я хочу с вами пообщаться мы так с вами стали общаться один раз в день это ужасно я чувствую что у меня нехватка общение с вами ты сегодня роза мальская очень хорошо выглядишь серьезно а я знаю песню роза моя ты чайная это ебаров пел чему говоришь в нос он у меня забит поэтому в нос видела тебя живут очень худая просят про не попрос детский доску ага передай привет Лерочке Лера привет привет родная тогда хорошо выглядишь ой ну все нахвалили меня хоть что-то хорошее доброе утро пока мама нет жги да я все время жгу мне кстати тоже начали нравиться прямые волосы почему-то не знаю вчера пришла на фотосессию и на крыше тоже кстати у меня снимали с прямыми волосами и вчера мне сказали надо прямые мне очень нравится куришь ну чего уж греха таить да я придется вам признаться я люблю его а мне придется если слишком много слушай если тебе нравится мужчина если ты его любишь то он как можно спрашивать нормально ли разница в возрасте если ты любишь человека то поверь тебе плевать на все на то сколько ему лет на то у тебя отсутствует рационализм в этот момент просто ну это вот мое мнение если это настоящая любовь вообще тебе на все плевать какой он кривой косой не знаю нищий богатый если он тебе просто нужен то ты никогда там знаешь не будешь не спрашивать общественное мнение а сколько ему лет а кто по знаку зодиака а нормальная ли это разница в возрасте это все фигня через 10-15 лет они еще будут слушай люди умирают просто каждый день и никто не знает когда умрет мы все строим планы на 30 лет вперед а жизнь может закончиться в любой момент грубо говоря ну не дай бог да но так и есть к сожалению большому страшному поэтому нужно жить здесь и сейчас если ты любишь человека то будь с ним потому что любовь это самое великое великое чувство которое движет всем ну вот как бы это мое мнение и если у тебя есть возможность быть с человеком с этим то конечно будь и никого не спрашивай никогда нужно слушать только свое сердце понимаешь потому что в конце жизни только ты сама будешь знать как ты прошла свой путь и нужно идти по зову сердца это самое главное и стараться вести себя просто порядочно по отношению к другим людям потому что каждый человек это чей-то сын чья-то дочь чья-то мать чей-то отец вот и все что скажешь про сестру Черну а я не видела ее что я могу про нее сказать все 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 тоже ты изучал психологию это опыт я исходя из собственного опыта говорю потому что знаешь можно изучать все но я вот говорила с покрасом с этим великим да человеком психотерапевта он мне сказал что ни один врач не будет психиатр нормальный который не переболеет всеми болезнями ну как бы неврозом деперсонализациями дереализациями навязчивыми состояниями паническими атаками ну вот поэтому поэтому я говорю все исходя из своего собственного опыта это то же самое знаете что пытаться научить человека играть в концерт чайковского не 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 имея представления как пальчиками по скрипке перебирать машина пущешься нос заложен ну да есть такой момент ну что поделаешь приятно смотреть и слушать сколько куртку стоит в районе трех с половиной тысяч мамуль можешь поздороваться против здрасте у тебя стоят фильтры на морщины у тебя нет морщины ты красавица нет у меня есть морщины будешь еще молочка я тебе купила специально налей-ка рюмку роза эх свороза ведь за столом сегодня ты да я и где найдешь ты в мире в мире роза таких детей как наши сыновья тря-та-та-та-та-там а воля ушла а что если взов в сердце что тебе нравится мужчина который подает тебе знаки внимания а ты замужем и не хочешь изменять ему это блуд называется воля дочь что тебе могу сказать голос ужасный но моя мама того же мнения поэтому что поделаешь вы не одиноки в своем мнении я считаю что я гениальная певица это мое мнение я потрясающий человек роскошная женщина певица красавица умница балабонка куда куртку взяла оля ушла не выдержала натиск таланта да это мало кто может выдержать знаете со мной остается только самые стойкие это вова которому некуда уйти вы которые видите меня раз в день и выдерживаете и мама иногда когда ей грустно и не к кому пойти ваш когда мы тебя замуж будем выдавать вот вы знаете у меня встречный вопрос если среди вас маги гадалки экстрасенсы колдусенсы которые верят свой талант и готовы напророчить мне роскошную свадьбу с мужем куда куртку взяла у тебя совесть есть у тебя совесть есть? у тебя совесть есть? я знала что это молодые все одела куртку идем давай покажись лакуш у тебя были переломы у меня были сломы уже небольшие переломов не было у тебя ну как там шикарно хорошо что не несколько все это как бы очень удачно смотри Маш ну прям прелесть ну как а что тебе не очень? ну не расстроюсь доченька где еще будет? ну мое хорошее ну все пошли улыбайся ты же знаешь что мамочке еще не жалко конечно не жалко забирай молочка купила я знаю что ты она готов все отдать да и все тебя поддержали сказали потрясающая ротик ну потому что М-ка она по сути С-ка а я М-ка Маш ты м cosine смотри сделай фильтр мне ну мне больше идет куртка спасибо кто-то даже написал когда ты была в этом платье совершенно роскошно в ресторане а я в этом который ненавижу фейерверк свой это написали что у мамы платы тут спасибо просто люди вот они поддерживают пожилых людей молодцы молодцы что думаешь про алёну и рома макеева я думаю что если люди любят друг друга то это удача настоящий любовь это и ничего никаких как говорится машинчик не могу преград нет никаких и любовь ребята это хорошо когда она есть и была когда-то пережить это прекрасное чувство это хорошо я уже никогда его не переживу только в детям и к внукам она куда-то пошла маша тебя зовут маша просто шучу а это это мне что это что костюмчик маш ты смотри молодцы вообще потому что ты извини как раз себе заказала красненький а не серенький с таким же штучками себя под куртку заказала вот какой под это потом камере сейчас не будет а хорошо поддержите Если бы я только когда, сука, фильм. Выходить замуж за Ливану, будешь абхазской невестой. В Абхазии всегда тепло и море. Ольга Дмитриевна Петросян. Теперь ты у нас Вова Кахно. Ольга Дмитриевна Петросян. И Мария кто? Ой, вот ты знаешь что? Только не Петросян. Потому что я Петросяна не очень любила. А он что, умер? Не знаю. Маша, ты сегодня красивая очень. А мне кажется, я всегда красивая. Это зависит от вашего настроения. Если у вас все хорошо, то вам кажется, что и я хорошо. А если у вас плохо, то вам кажется, что я как говном. Маша. Привет. Привет. А, жив? Жив Петросян. Живой еще. Живой? Это раньше времени-то людей хоронить. Сейчас надо радовать, что живется. Почему? Волечка, подвинься. Волечка. Волечка. Успела, 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 успела взять. Я вчера вот забыла пирожок, положите сумки, мясо покупала себе. Как думаешь, испортился, нет? Испортился. А может нет? А ты видела мои stories вчера? Какую? Ты видела вчера мои stories? Какую? Ну вот, я так намекну, а ты скажи. Да. С сосиской. Видела stories? Нет. Нет. Так ты не смотришь мои stories. Бля, у меня каждый день с тобой. А я, Машенька, смотрю, твои. Ну еще бы ты меня не смотрела. Да ты же даже, ты правда не видела? Я правда не видела. Может, люди видели? Люди-то, может, и видели. Ну как пирожок? Мам, может, не ешь с мясом, если он лежал всю ночь под батареей так? У него и так жарили. Зачем ты его второй раз жаришь? Одного достаточно. Нет, вроде ничего. Ничего? Ну это кажется, что ничего. А, видите ли твои stories-то? Маш, там такие сосиски сделаны в виде хрюшки. Мама обиделась. Нет? Нет, посидит, ест. Замолчала, потому что ест. Маша, организую фан-встречи. Да у нас каждый день здесь как фан-встреча. Чего уж. Ой, как вкусно-то. Младший лейтенант, мальчик хоростой. Я хочу... Нет, пожалуйста. Машенька, все, я буду. Ну я хочу за столом пойти спокойно. У печального вопроса. Ну хоть и, пожалуйста. Все, я молчу. Я видела, смотрела, парамонетик. Ее поведение в ресторане. Честно, я что-то за ней не очень слежу. Она не мой кумир. А что там было? Вова присел такой, кружок домашних. Это вы, наверное, посмотрите просто. Это просто сейчас. Нажду ссаться можно, простите меня. Надо же просто... Сиди, сиди. Посмотри просто на эту клоунаду. Сиди, сиди, вот. Вовочка, присядь, подумай. Ну такой хороший. Ну пошел. Мам, ну не трогай. Мам, ну не трогай. Это хорошо, он сидел так. Почему мама не любит, когда ты поешь? Ну, от того, что она... От нее энергетика такая прет, что у меня сшибается о стула, и я... Реально Филипти сказала, что больше не будет вести прямой эфир. Но это позиция. Это П, позиция. Когда человек говорит и делает, это позиция. Это молодец. Что поделаешь. А ты будешь? Ну я пока осталась, так сказать... Видом? Динозавр. Динозавр. Такой уже, выбирающий практически вид. Восиф Романец, он у вас злой. Ну а что поделаешь? Не он злой, жизнь такая у него. Он вообще не злой. Он шикарный. Вот он, смотрите. Лизин дает негатив. Ну, правильно, доченька. Она хорошая очень, Лизин. Она ужасно себя вела, положила ноги на стол, унижала официантку. Ну, я не сторонница того, чтобы кого-то унижать. Я считаю, что нет людей, которые выше тебя, ниже тебя. Если ты чего-то добилась, то все равно это все временно. Поэтому нужно всегда относиться к людям с уважением и знать, что ты можешь оказаться на этом месте. И могла бы оказаться. Поэтому я считаю, что такие люди, они, ну, кармически это все плохо очень. Но это возвращается. Может быть, там не в виде каких-то убытков финансовых, но в виде каких-то эмоциональных потрясений. Поэтому я считаю, что нужно быть достойным. А если это даже была постановка, то это еще хуже. Ну, это мое мнение. Вот. О, Лева проснулся. Вот я так узнала. Лева, ну, как бы ты немножко опоздал. А тебе уже говорили. А? А люди уже говорили, что ли все. Мы пытались пересматривать теперь за мной, чтобы узнать, что о нем говорили. Ты такая классная, спасибо. Нужно быть добрее. Красота, простоте. Ну, не прямо совсем в простоте. Но есть такой момент. Внутри. Передай привет городу Грязи. Передаю им. Привет Ливанчик всем. А грязи-то знаешь где? А где наши близнишки? Ну, конечно, да, знаю. Машу, что говорила? Говорила, что тебя нет. И пусто как-то. Нет, нет, не говори. Пусть пересматривает теперь на поле. Вот, что знай, что вовремя надо вставать. Ливанчик сразу. Ой, Аня пришла, она от косметозы. Анечка, здравствуй, красавица наши. Аня, мне вот лоб надо сделать, пожалуйста. Вот, я знаешь, как у Шарпии стал. Маш, так нельзя, как ты только, Аня. Ты сразу, что тебе сделать, спроси, как у нее дела. Она все хорошо. У Ани, она вот скоро в роддом пойдет, сумки собирает. Уже? Да. Как да? Ну, вот на сегодня. Ну, может быть. Ланечка, мы с тобой. Пожелание все удачных родов. Осенник, кстати, такой дима, говорю. Да. Кем мамочка работает? Ну, вообще она артистка. Она у нас артистка. Ну, я не могу. Сейчас я, я сейчас вам скажу. Зию Минияровну, Зию Минияровну, Зию Минияровну, Зию Минияровну, поздравляю с днем рождения, Зилечка. Присоединяйте. Да, всем, всех благ. А, Аня еще не собирается, рано проводили в роддом. Еще пока она, пока еще тусуется. Маша, вот не трогай его. Сволочь. Нет, ну, на две ты вылет. Ну, на глец. Мои хвост, Маша, не как встань отсюда. Поверил в себя совсем старым. Ты поверил. Маша, почему ты такая красивая? Лев, ну, это огромное вложение в свою внешность. Ты что-то спрашиваешь? Я ничего. Это огромный вклад большого количества профессионалов. Аннет, косметолог. Это Карина волосы. Это ресницы Даш Лаш. Это грудь Бабаяна. Хватит, хватит, хватит. Это одноночный вид моих родителей 30 лет назад. Огромный вклад совместный, понимаешь? И, естественно, мое свечение изнутри. Ну, и без фильтров инстаграма. Если бы не они, то вообще все на смартфоне было бы. Машенька, самое главное, это свечение изнутри. А ты овца. Ну, а что поделаешь? Я не овца. Ну, нет, я просто говорю. Почему там не овца? Ты моя красавица. Ну, это ты уже можешь не продолжать. У тебя, кроме как булка, ватрушка и овца, комплиментов больше мне не нашлось. Посмотрите, мама налила кофе и смотрит, какой будет рисунок. Она поверила в то, что она может гадать. Бля, ёж какой-то. Что-то такое чёрное. Посередине чёрное. Сердце. Бьётся. Чё? Кто-то неспокоен. Да, похоже. Очень неспокоен. Смотри, как оно бьётся. Видишь, смотри. Ну, смотри. Ну, всё. Ну, минутка. И хуй не закончишь. Маша! Как это? Маша! Зачем ты так сказал? Доченька! Может, у меня такой процесс был хороший. А ты так сказала, и всё. Сбила. Нет, сбила. Медитация, всё. Ну, господи. Опять ответь про напитки. Я за любой алкоголик? Что вам сказать ещё? Нет, молоко. Мы любим... Вот, посмотрите. Что касается напитков. Да про алкогольность. Спрашивай, кому твоё молоко безлактозное нужно? 0,5. Ну, что, ты же... Какая-то суррогат грёбаный. Вот, я тебе, ты это пьёшь. А что поделать? И я на это потратилась. Вы зря. Да я сама знаю. Ну, и всё. Что-то я сегодня ночью проснулся и спать не могу вообще. А я вообще не сплю уже 10 дней. Да я знаю, меня. Приветствую, Махачкалы. Вот купьёшь? Могу. Ну, если поминки-то там надо, что? Вот, правда. Всем наливают. Ну, так? Так? Нет. За кого Маша выходит? Куда? Живёт не выходим и вечером на концерт. Любишь и крунет? Любишь. Ты чё красный любишь? Ну, я этот костюм я купила в Денгелан. Я как соберусь, сообщу тебе, Аня, я приду в роддом к тебе. То есть ты можешь сообщать, может, нет. Если ты не сообщишь, что ты в роддоме, то я обижусь на тебя, и это будет плохо очень. Как? А к чему? Она может не сообщить. Что даже в роддоме? Ну, я к ней прийти хочу. Она что, потеряла вообще? Ориентиры? Абсолютно. Я знаю. Нет, я не боюсь летать. Машенька, дай мне, пожалуйста, масло. Я мастер. Совершенно не боюсь. Я считаю, что... Судьба. Что? Нет? Ну, все хорошо, что самолет это возможность побыть в облаках раньше времени. Над же, как красиво ты сказала. Что больше нравится, шуба или пуховики? Пуховики, конечно. У тебя есть парень? Парень. Да нет, конечно. Ты меня так сильно ранил. Маш, Маш, а мне шубу нравится больше. И ты даже не представляешь, если... Какое у тебя отношение к вегетарианцам? Если вот, например, на тебя надеть соболиную шубу... Мам, вот ты очень меркантильный стал. Нет, почему? Почему так вышло? Ну, это же красиво, когда... Это хуйня все. А раньше мужчины вот так снимали себя шубу и бросали, чтобы девушка через лужу в карете перешла по его шубе. Это перебор. Нет, это красиво. Это перебор. Ну-то лучше на себя надеть. Ой, Господи. Маш, тот скрипач красавчик. Какой скрипач? Тот. Какой машинка? Даже не знаю. Тот скрипач? Тот. Их столько было в консерватории. Ты как-то понять, с проговорить? Даже не знаю. Маш, все самые крутые эфиры. Ты красотка. А я на пользу езжай сегодня от мамы домой в Москву. Ну, надо ехать, чего же ты делаешь? Давай, езжай, дочь. С песней по жизни. Это точно. Ты что потеришься? Больше не буду. Это очень плохое качество у меня. Очень. Ну что, у нас минута молчания какого-то. Что? Занела, занела. А? Может, занела эфир? А сейчас плоховики. А, скрипач с фотосессией. Он, да, он неплохой парень. Молодец он, да. Скрипач на крыше. А, кстати, есть такое произведение? Скрипач на крыше. Помнишь, папа играл? А я даже не поняла, про кого вы говорите. Машенька, надо выучить. Это шикарное произведение. Давай его выучим, а? Давай выучим. Вова, шикарно. Вова, шикарно. Он просто потрясающе себя чувствует. Дорогие друзья, что я вам могу сказать? Единственный эфир, который смотрю с удовольствием. Ну, это понятно. Когда замуж? Поверьте, настолько быстро, что даже я сама оглянуться не успею. Левочка, привет, родной, еще раз. Леснички, какой объем? Мне кажется, очень большой. На какие-то вещи можно смотреть бесконечно. Огонь, вода и сердце, которое бьется в твою сторону. Покажи любимые духи. Казамарати, селективные. Они были, но я их разбила. Сколько? Сколько играешь на скрипке? Из трех лет. Итого получается 17 практически. Ну нет, 16. Брат женат, конечно. Маш, ты считать не умеешь. Доченька. Что опять? Нет, я вам так скажу. Смотрите. Она говорит, 17, если даже взять 7 лет в школе. Мам, ты, мам, меня украсть хочешь, что делать-то? 7 лет в школе сейчас. Ну, мешок хочет меня погрузить. Нет, мешок не надо. Всего? А во что? Ты только 19 училась. А во что? Он мне говорит, хочет украсть. Зачем? А? Все. Все? Желеться решила. Когда? Ну, вот и все. Ну, все. Вот, что вы спрашиваете? Зачем-то отпелось. Люба, укради ее. Люба, не забудь позвать репортеров в этот момент. Чтоб сия крутой момент. Да, и в самый последний момент вдруг появляюсь я и все это. Черт. Ты говоришь, что я не забираю. Сколько тебе надо денег за это? Забери ее с кольцами. Укради, Леван. Леван. Да, верно. Ну, что вы, Леван, замечательный человек. Очень интеллигентный, порядочный, умный, образованный. У него потрясающий внутренний мир. У него свои голоса. Вообще. Ой, да, волосы. Знаете, когда с ним начинаешь разговаривать, понимаешь? Мозги свои. Понимаешь, что ты ничего не знаешь. Но делаешь вид, что все хорошо. Да, да, да. Он же все знает, Леван. Тайга. Тайга. Я могу, ты семья на всю голову. Зачем ты парать? Зачем ты парать? Леван, ты тоже удивляешься? Да, я тоже. Я в шоке. Леван, да. Нет, Лиша, 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 я тебя не отдам. Ребята, это глупый вопрос. Нравится ли мне Москва? Неужели вы думаете обожелать там, где мне не нравится? Насильно. В столице живу, блин, насильно. Насильно. Не нравишься Москву, но живу. Иду на Красную площадь, плююсь, но хожу. Вы о чем думаете вообще? Так, ладно, дорогие друзья. Это лучший город в мире. Все. Мы вас любим, с ума вниманием. Мы пойдем собираться на концерт.